Всем привет! С вами Ютубер и наша отдельная рубрика коротких роликов на самые актуальные темы. Сегодня мы снова поговорим об автомобилях, вспомним Эдварда Билла и заценим новую прическу Славы Мерло. С вас лайк, а мы переходим к делу. Многочисленные телеграм-паблики и телеканалы в шоке заявили. Эдвард Билл нарушил условия домашнего ареста, назначенного ему после страшной аварии на Садовом кольце. Горе пранкера обнаружили на бойцовском шоу в Москве, где проходил поединок Саши Стоуна и Павла Носова. Эдвард был в сопровождающей команде Стоуна и вышел вместе с ним на ринг, полностью закрыв свое лицо маской, очками и капюшоном. Однако, чуть позже он снял с себя аксессуары, после чего зрители отчетливо могли увидеть, что это он. Запись боя опубликовали на Ютуб 13 апреля, что вызвало логичный вопрос. А что там делал Эдвард Билл? Согласно условиям домашнего ареста, ему запрещается покидать квартиру с 8 вечера до 8 утра, пользоваться телефоном и интернетом, а также участвовать в массовых мероприятиях. Нарушение хотя бы одного из этих предписаний грозит очень печальными последствиями. Привет, это Навальный. Правда, долго гадать, что же случилось, не пришлось. На связь вышел адвокат блогера Сергей Жорин и сделал заявление. Информация о том, что Эдвард Билл нарушает меру пресечения, не соответствует действительности. Он очень ответственно подходит как к мере пресечения, так и к самому ДТП. Видео, которое стало доступно в интернете, было снято около месяца назад, до аварии. У него на ноге специальный браслет и, естественно, есть контролирующие службы, которые надзирают и контролируют исполнение меры пресечения. Слова адвоката позже подтвердили организаторы турнира, которые отметили, что выпуск действительно записывали около месяца назад, а Эдвард очень большой поклонник Саши Стоуна. Да и про отслеживающий браслет не соврали. Вот тролли, как сотрудники полиции надевают его на Билла. Ситуацию можно считать разрешенной, и пока нам остается только ждать суда и желать здоровья пострадавшей в аварии Марии Артемовой, которая вышла из комы. Не будем далеко уходить от автомобильной тематики. Настю Ивлееву на днях в очередной раз остановили сотрудники ДПС. Как недавно выяснили СМИ, у блогерши лишь за первые три месяца 2021 года имеется больше 200 штрафов, среди которых неправильная парковка, превышение скорости и пересечение двойной сплошной. Все бы ничего, но непонятки у аудитории вызвало отношение Ивлеевой к происходящему. Ведь блогерша явно наслаждалась процессом, курчила рожи, фотографировалась и после гордо выставляла в инстаграм снимки с ДПСниками. Лучше всего ситуацию описала редакция антиглянца, назвав это колхозным понтом. Казалось бы, показательная история с Эдвардом Биллом должна была заставить задуматься. Но, видимо, этого не случилось. Ведь доход Насти позволяет относиться к многочисленным штрафам, как к карманным расходам. А более серьезных мер никто применять не станет, пока не случится авария, в ходе которой может пострадать как сама Ивлеева, так и ни в чем не повинные люди. Это печально. Предлагаем закончить на более веселой новости. Слава Мерлоу изменил стиль и побрился на лысо. Свой образ он представил подписчикам в инстаграме и тут же стал предметом обсуждения. Традиционно люди поделились на два лагеря. Первые воскликнули. А другие заценили свежий образ. Как заявил сам Слава, он всю жизнь боялся коротких причесок. Вот теперь, видимо, решил попробовать. Как считаете, идет ли ему стрижка? Ждем ваши ответы в комментариях. И чтобы закончить уж совсем хорошими новостями, прямо во время того, как мы писали этот выпуск, стало известно, что Амиран Сардаров, он же дневник Хача, вроде как женился на своей подруге Мариам Теляевой. Девушка не простая, а внучка бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова. Но поздравлять пару лучше пока не спешить. Судя по короткой истории в инстаграм, дело происходит в Лас-Вегасе. Об этом жирно намекает ряженый Элвис Пресли в роли ведущего церемонии. Так что есть большая вероятность того, что это инстаграмная церемония для красивых фотографий. Примерно то же самое, что излюбленная российскими звездами фейковая свадьба на Мальдивах. Но в любом случае, это может стать первым серьезным шагом Амирана и Мариам к совместному будущему. А на сегодня это все. Переходите в наши телеграм-каналы за другими новостями, жмите лайк ролику и подписывайтесь. С вами был проект Ютубер, всем пока!